Международный инвестиционный саммит проводится в Донецке уже в пятый раз. Это наибольший в Украине бизнес-форум, который ежегодно собирает в столице Донбасса представителей украинского и зарубежного бизнеса. Основные темы для обсуждения – экономическое развитие Украины, ее инвестиционные перспективы. Мы покажем, чем сегодня располагает, каким потенциалом располагает Донецкая область, каким потенциалом располагает сегодня город Донецк, и что можно позаимствовать у других участников выставки. Это раз. Второе – инвестиционный форум подводит итоги работы за год и планы на последующий год, на следующий год. И здесь предлагается целый ряд инвестиционных проектов, которые смогут оживить экономику нашего города, экономику нашего края. И здесь присутствует очень много не только компаний, которые представляют Украину, но и много транснациональных компаний, которые проявляют очень серьезный интерес к нашему краю, к нашей стране. Важное направление, для которого нужно искать инвесторов – это модернизация энергетики. В этом году саммит проходит при содействии таких крупных донбасских компаний, как СКМ, Метинвест и ДТЭК. А крупный бизнес всегда волнует вопросы энергетической безопасности. Инвестиции необходимо вкладывать. В первую очередь это касается модернизации топливно-энергетического комплекса с максимальной энергоэффективностью. То есть мы должны получать снижение себестоимости продукции. Поэтому и продукция должна быть конкурентоспособна. Поэтому это одна из главных задач. Вторая задача – это здесь очень много предложений по коммунальному хозяйству. И мы будем работать над тем, чтобы эти проекты нам удалось найти инвесторов. В частности, это касается предприятия по переработке твердых и тавых отходов. Поскольку практически каждый год организаторам саммита задают вопрос о конкретных проектах, представленных для поиска инвесторов, на этом форуме Донецкая область решила представить три таких проекта, которые условно можно назвать «под ключ». Посредством создания нового в этом году агентства инвестиционного развития представили уже три конкретных «под ключ» проекта. Сервисная зона «Новозовск», сервисная зона «Успенка» и предприятия по переработке твердых бытовых отходов. На стенде Донецкой области сервисные зоны. Эти проекты представлены в таком наглядном виде. И я уверен, что с инвесторами будут потенциальными подписаны меморандумы по реализации. И в следующем году вы уже сможете сами, пересекая границу, увидеть эти построенные сервисные зоны. Среди проблем, которые мешают привлечению инвестиций в Донецкую область, участники саммита, как и в прошлые годы, называли несовершенство законодательной базы. Законодательное поле не совсем совпадает со странами Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Юго-Восточной Азии. По поручению президента над этим идет сопоставленная работа. Я думаю, уже новый состав парламента полностью сделает максимально комфортным законодательный инвестиционный климат Украины. Нынешний саммит посвящен внедрению программы экономических реформ. Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство. Правда, существуют разные мнения о том, какое общество можно считать богатым. Это больше всего зависит от доходов каждой семьи. Если брать Восточную Европу, это 900 евро средняя заработная плата. Если брать Западную Европу, то это уже 2500, Италию 1600. То есть, я думаю, Восточная Европа в течение 7-8 лет – это реальная цель. По сложившейся годами традиции, участие в саммите принял президент Украины Виктор Янукович. В своем выступлении он также коснулся направлений бизнеса, которых украинцам нужно искать и привлекать инвесторов из-за рубежа. Перспективным сектором инвестирования является аграрное производство. Уникальный потенциал Украины в этой отрасли пока в основном остается нереализованным. Поэтому, особенно в контексте мирового продовольственного кризиса и роста цен на сельскохозяйственную продукцию, инвестиции в агропромышленный комплекс имеют огромные перспективы. Убежден, этому будет способствовать внедрение в Украине полноценного рынка земли. Помимо агропромышленного комплекса, президент отметил также туристическую отрасль как возможное направление для привлечения инвестиций. Развитию туризма в Украине дало толчок к проведению в стране финальной части Европейского чемпионата по футболу. Не менее важно развивать и транспортную инфраструктуру. Еще одна перспективная для инвестирования сфера – транспортная инфраструктура. Украина нуждается как в международных транспортных коридорах, так и в локальных коммуникациях внутри страны. Выведение из кустарного состояния международных перевозок, развитие межрегиональной авиации, возрождение речного транспорта – вот неполный перечень направлений, которые ждут своих инвесторов, в том числе на основе государственно-частного партнерства. После выступления президент Украины ознакомился со стендами выставки «Инвестиции, инновации и развитие» и вместе с большей частью руководителей страны покинул форум. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.